Добрый день, спасибо огромное за приглашение участвовать в этом большом событии, большое событие, экономский форум, спасибо огромное, что вы пришли послушать нас, спасибо России, руководствам и народам за постоянное спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Это мир, это жить вместе, это любовь. И это наша задача. Тем более, американцы пытаются сказать, что мир идет к грунте. На самом деле, мир идет к ценностям. Мы с вами, кажется, должны именно сделать все, чтобы господствовал мир на Ближнем Востоке. Именно, как мы сказали, мы понимаем, что израильцы никогда не обеспечивают, не выполняют резолюции. Он особенно, вы прекрасно знаете, больше, чем 80-ти резолюций Израиль никогда не выполнил. Как будто Израиль выше, чем закон. И не принадлежит никакому закону. Все-таки и народы Ближнего Востока понимают этого. Без разрешения этого вопроса никогда не будет стабильность. И мир, и особенно Израиль не будет обеспечивать свою безопасность. Поэтому я оставил, чтобы этот вопрос был решен на основе двух государств. Государство, то есть создание прессийского государства, оккупированную территорию 17-го года со столицей Восточным Юлисалином. И мы предупредили на то, чтобы этот вопрос не превратился в религиозный. Тогда будет на самом деле открыть двор в ад. Что мы не хотим. Спасибо огромное. Спасибо. Знаете, у меня такой прозаический, такой земной вопрос. А вот на территории газа существовали предприятия, правда? Да, они как-то функционировали. Скажите, пожалуйста, тот же бизнес в секторе газа, где страховал это? Или страховал ли вообще? Не знаю, тебе под оккупацией. То есть даже все, что касается экономических процессов, то есть это через Израиль. Особенно, кстати, плаката газа, это уже сколько лет идет. И мне кажется, что это тоже, что мы видели 7 октября, это тоже результат. Израильтяне тоже, ну, палестинские деньги, то есть это штука. Собираются от таможни и другие. То есть уже они расставали, расставали, расставали всегда, как вид давления на палестинцев и палестинское руководство. Поэтому при оккупации, под оккупацией никаких гарантий нет. Посмотрите, все в любое время израильтяне нарушают и не обращают внимания ни на международные сообщества, ни на резолюцион. Они, на самом деле, к сожалению, такие кровавые политики, такие действия, чтобы и газа вообще не способна жить, нету домов, чтобы народ жили. И уже говорили, что специалисты, что больше 30 лет невозможно, чтобы земля была способна к жизни такого. Какие гарантии абсолютно? Нету гарантии для обеспечения церквей религиозной. То есть одновременно с урегулированием, скажем, и созданием государства речь пойдет о трансформации управленческих структур. Я правильно понимаю? В палестинском государстве. Потому что нынешние управленческие структуры, они отвечали вызовом времени, верно? Значит, определенные трансформации, как я понимаю, должны уже просматриваться. И где будут обучаться эти управленческие кадры? Если можно кратко ответить, мне, пожалуйста. Нет, у нас очень хорошие кадры. Всегда палестинцы отличаются на Ближнем Востоке. Они дают тем, что они и талантливые народы. И всегда есть хорошие специалисты. В частности, те, которые закончили из России, они занимаются большими, как называются, должностями. И в частности, там новые правительства. На самом деле, это правительство технократ, у него задача именно в это время, как я уже сказал. Поэтому очень хорошие специалисты у нас. И мне кажется, мы можем продолжать даты человечеству очень многое, потому что мы час этого до, к сожалению, оккупации 48-го года, этот кризис еще в 17-м году, с момента, как Бельфор заявил о своей декларации, уже остановила процесс, возможности, чтобы палестинцы, они могли развиваться, они могли отдать все человечеству. Потому что исторически мне очень много отдали человечеству, иметь часть человеческой семьи, в частности, беженцы. Я сам, беженц, родился в Дамасске, в Сирии, я видел, что это означает жизнь беженца. Но я являюсь, и очень многие у нас и в области культуры, и в области науки, у нас, кстати, детей в Газе, всегда они получили первое время в мировых каких-то, не всегда, а часто в мировых каких-то конкурсах. Поэтому мы верим в то, что всегда будем развиваться, и мы хотим создать мир, чтобы наши детей и наше будущее создавали новый горизонт, и не только для палестинцев, и для Ближнего Востока, и для мира в основном. Спасибо.